Комитет Палаты представителей по расследованию атаки на Конгресс 6 января сообщил Трампу, что аннулирует его повестку на явку на слушание. Трампа вызывали еще много месяцев тому назад, он на слушание не явился, заявив, что расследование является политической игрой с целью его скомпрометировать. Были затяжные переговоры с адвокатами Трампа, комитет мог обратиться в суд с требованием доставки Трампа на слушание почти насильственным путем, но это могло бы вызвать очень сильную негативную реакцию со стороны сторонников Трампа. Также, возможно, суд мог признать основания для вызова недостаточно обоснованными. При всем этом сам факт направления повестки сыграл свою роль, он подчеркнул, что Трамп, по мнению комитета, несет значительную часть вины, ответственности за то, что происходило 6 января. Ну а сейчас, с завершением работы комитета, ему пришлось что-то с этой повесткой делать. Комитет объявил, что показания Трампа уже не нужны, что выглядят не очень хорошо. Если показания не нужны, то непонятно, почему за них так долго боролись. Ну, Трамп, конечно, заявил, что, судя по всему, члены комитета с самого начала знали, что он ничего неправильного не делал, и что ни один суд их повестку бы не утвердил. Может быть и потому, что период перед Новым годом является мертвым сезоном в смысле новостей, но Джордж Сантос сейчас становится уже сверхзнаменитостью. Сегодня о нем писали все ведущие газеты, сообщали все ведущие новостные телестанции. Джордж Сантос был избран кандидатом в Палату представителей от Лонг-Айленда, и стало известно, что против Сантоса открыто сразу два расследования. Первое – Федеральной прокуратурой в Бруклине. Оно фокусируется, по крайней мере, частично на финансовой деятельности Сантоса. Есть подозрение, что Сантос не предоставил всю необходимую финансовую информацию при выдвижении своей кандидатуры. Непонятно, например, откуда он взял 700 тысяч долларов для финансирования своей предвыборной кампании. Объявлялось, что 700 тысяч – это его личные средства, но о подобных доходах он никогда не объявлял. Второе расследование ведется в прокуратуру и графство НАСА. Оно касается, как объявлено, многочисленных фабрикаций и явного обмана в заявлениях избранного конгрессменом Сантоса. Фабрикации эти, согласно представителю прокурора графства НАСАу, являются просто ошеломительными. Напомним, что Сантос говорил избирателям, что был миллиардным стокброкером, что у него, конечно, есть высшее образование, что у него имеются родственники, пережившие Холокост, имелись, что он также крайне успешный бизнесмен в области Рил Эстейта, что он содержал приют для бездомных кошек и собак. А сейчас получается, что вообще все эти утверждения являются ложными. Избранные членами палаты представителей становятся конгрессменами только после ряда процедур в Вашингтоне, в частности, после принятия присяги. А будет ли Сантос допущен к присяге, станет ли он действительно членом палаты представителей, это еще большой вопрос. Сегодня в Израиле открылась специальная сессия КНЕСЭТа, которая должна официально утвердить новое израильское правительство. Шестой кабинет под председательством Бенджамина Натанияху. Натанияху уже является самым долгосрочным премьером в израильской истории. Натанияху объявил об основных целях правительства, назвав в их числе предотвращение приобретения Ираном ядерного оружия, строительство скоростного поезда и магистрали через всю территорию страны, новые мирные соглашения с арабскими странами. Также Натанияху обещал улучшить личную безопасность граждан и снизить высокую стоимость жизни. Речь о Натанияху неоднократно прерывалась выкриками протеста оппозиции, что имеет место при выступлениях новых премьеров в Израиле довольно часто. По традиции затем выступал уходящий премьер Лапид, который назвал в числе достижений своего кабинета известные и тайные операции против Ирана, укрепление связей с Саудовской Аравией, соглашение с Ливаном по разграничению морских границ в районе газовых месторождений. Ну а затем Кнесет утвердил новым спикером парламента, члена Ликуда Амира Ахана. В либеральной израильской прессе это событие выходило на первые полосы под заголовком «Амир Ахана» вошел в историю как первый голубой спикер Кнесета. Особенно отмечалось, что в своей речи Ахана обращался по имени и к своему супругу Алану. Сегодня на площади перед Кнесетом была демонстрация в несколько сот человек протестующих против нового правительства, но также была и манифестация сторонников на Таньяху. В следующей части о том, что в парках Диснея люди все чаще стали драться. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые господа, с вами врач-натуропат Сергей Веллер. Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным холестеролом, атеросклерозом сосудов головного мозга, конечностей и сердца, если у вас есть цинокардии, инфаркты, инсульты, то в этом случае для вас уникальный продукт рецепта Авиценны, совершенно натуральные капли для того, чтобы предотвратить эти заболевания. Вам нужно позвонить по телефону 1-888-765-8752 и по адресу 289 Брайтон-Бич-Авеню, и вы будете здоровы без всяких химических препаратов. Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода. Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших, ушедших в вечность родных и друзей. Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом. Мемориальный дом Лисовецкий – 718-421-4242 Более 10 лет телефонная карточка «Дэвидзен» предлагает своим пользователям лучшие расценки на рынке, сохраняя при этом высокое качество. Главное отличие телефонной карточки «Дэвидзен» от других карточек заключается в том, что отдел обслуживания ответит на все ваши вопросы и пополнит баланс на вашей карточке все 7 дней в неделю. А автоматическое пополнение через интернет и по телефону работает круглосуточно. У телефонной карточки «Дэвидзен» есть возможность ускоренного набора пин-кода и номера абонента. Всего 4 кнопки, и вы дозвонились. Для вашего удобства можно привязать ваш телефон к карточке, чтобы не набирать огромные пин-коды каждый раз, когда хотите позвонить. Также имеются номера доступа из Израиля и Москвы. Сервис «Коллбэк» работает из любой точки мира. Скидки на пополнение карточки на сумму больше 5 долларов. Звоните 718-303-9076, 718-303-9076. Телефонная карточка «Дэвидзен» – это связь без брака. Очень интеллигентная женщина, на пенсии уже. Всю жизнь проработала учительницей русского языка. Приходит к гинекологу. Хороший врач, молодой парень. Известный юморист и шоумен Ян Левензон в развлекательной программе «Некошерный концерт». Уморительно смешные монологи. Только новое и только лучшее. Не пропустите. Доктор, извините, ради бога, а ваша мама знает, чем вы здесь занимаетесь? В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер». 718-635-3535. Парки Диснея в Калифорнии и во Флориде внесли изменения в свои правила. Раньше как-то самой собой подразумевалось, что пытаться пролезать без очереди на аттракционы не нужно, что в парке не следует использовать очень грубые выражения, что там не нужно друг друга избивать. А сейчас пришлось специально подчеркнуть, в частности, что за члена вредительства и массовые побои еще виновные будут, в частности, выдворяться из парков. В новогодние праздники в парках Диснея больше посетителей и вероятность рукоприкладства резко увеличивается. Тем более, что сейчас время подарков, а в виде подарков не самым богатым довольно часто вручается от благотворительных организаций бесплатные билеты в Диснейленд. Особенно любят поездки всей семьей в Диснеевские парки семьи меньшинств, часто сохраняющие любовь к Микки Мауса и восхищение им и до вполне взрослого возраста. Ну, а не только отдельные обмены ударами в длинных очередях, но и также массовые драки семья на семью в парках уже не раз происходили. В июле в парке во Флориде возникла, например, настоящая битва между двумя семьями рядом с аттракционом Питер Пен. Дрались и взрослые дети, хотя в первую очередь взрослые, энергично, быстро и по-серьезному, как это принято в не самых лучших районах. А до этого тоже летом женщине в результате ссоры пробили голову во время демонстрации фейерверков. В уходящем году имели место драки во всех диснеевских отделениях во Флориде. На этом наша передача подходит к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова